Я так понимаю, что у вас секс был только вот два раза в жизни, когда зачинали детей. Ну, это было часто, а семя идеально использовать только для зачатия. Я Лариса Бузеева, это Давай Поженимся. Добрый вечер. Сегодня у нас три жениха. Владимир, Радий и Валерий. А невеста у нас Ирина. Красавица. Здравствуйте. Ирина, 54 года. Много лет терпела унижение от мужа. Но когда узнала, что он завел роман с соседкой по даче, приняла решение отдать его в добрые руки. Ирина – индивидуальный предприниматель. Гордится тем, что спустя 47 лет разлуки разыскала свою маму. Мечтает о путешествии во Францию. Признается, что все выходные проводит на даче. Предупреждает, что не ходит за грибами без сопровождения. Ирина не свяжет свою жизнь с любителем рыбалки, охоты и телевизора. Выводит замуж за общительного и доброжелательного садовода, который любит путешествовать и умеет играть на гитаре. Здравствуйте, Ириночка. Здравствуйте, дорогая. Откуда вы к нам с такими гостинцами-то приехали? Я приехала к вам из Нижнего Новгорода. Я очень заядлая дачница. У меня свой домик в деревне, построенный золотыми ручками мужа. Я на нем выращиваю все овощи. Свеколку, морковку, укропчик, лучок. Сразу про мужа хорошо говорит. Значит, у нее такой магнетизм притянет хорошего мужчину. Вот это уже с дачи я вам привезла. Спасибо, дорогая. Вот эта вся корзиночка, все экологически чистое. На салатик просто прямо лед, все свеженько, никаких пестицидов, никаких, ничего там нет. И семечки мы выращиваем тоже под солнышки. Угощайтесь. Очень симпатичная женщина. Энергичная. Я, конечно, знаю вашу историю, волосы вставали дыбом. Прямо вот, давайте с самого начала. Замуж по любви вышли? Да. Замуж я вышла по любви. Муж был у меня младше на два года. Очень любилась. Проводила в армии, вообще не видела даже земли. Слезы текли рекой, дождалась. Вышла замуж и поняла, что... Двоих детей родила? Да, двоих детей родила. Дом построили, гараж купили, машину купили, двое деток и квартиру. То есть полный джентльменский набор. Чем он занимался? Строитель. Ручки были очень золотые. А он этими ручками еще и вас поколачивал. 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 Здесь же рука с той. Да, руки золотые. А ума нет совсем. Но дело в том, что как поколачивал, когда я уже слышала здесь на передаче, бывает поколачивать табуреточкой, то есть я обошлась малым испугом. То есть это была сковородочка, это была головка и бунитаз пару раз за то, что на алименты подала сковородочкой, что задержалась сосисечки, попридушивала вас сосисечками. Да, я не так шею, кто запутали. Да, это все было. И зубы выбивал. И зубик выбил на 15 минут опоздала. Но не все же, не все один, правильно, на полчаса бы, два бы выбил. То есть зуб 15 минут опоздания. Но у меня, конечно, вопрос, почему она не ушла, вот это самое главное. А женщины привыкают ко всему, и к побоям тоже. И сколько лет такое все продолжалось? Такое продолжалось 15 лет семейной жизни. Пока однажды у вас не появилась соседка на даче? Да, появилась соседка на даче, она была все время, он ее знал очень давно, они дальние родственники, она ему троюродная сестра. И я все 20 лет, как у нас была дача, эту соседку забирала, отвозила в деревню сама за рулем. И относились к ней, как к дальней родственнице своего мужа? К подруге. И вдруг ее проливают в городской квартире. Ей надо делать ремонт, она мне звонит, жалуется, вот я одна, она уже на тот момент вдова была, мне некому помочь, я мужу говорю, пойдем делать ремонт. За один день мы сделали потолок, и стены, и пол, всю мебель вынесли, всю мебель занесли под ключ. В 2 часа ночи мы легли спать. Я с мужем, соответственно, она отдельно. Утром я просыпаюсь очень рано, в 6 часов, а мужа нет. И ее нет. Я на кухню, но тихонько, сердце что-то заболело. Смотрю, стоит на коленях, что-то говорит, мне эта поза не очень понравилась. Ладно, выпрямился, пошли в магазин. Идут опять обнявшись. Я опять не понимаю, думаю, что... А в какой позе вы должны были бы их застать, чтобы до вас дошло, наконец? В позе пегас? Ой, там вообще бы слов не было. Там просто был бы ход, и все. Мужчина с женщиной на долгое время оставлять нельзя. И это может кончиться, ну, вот такими вещами. Я ему задаю прям в лоб вопрос, что такое случилось. Он говорит, я полюбил. Я говорю, хорошо, любовь это очень высокое чувство, я его ценю, и я тебя отпускаю. Облегчение почувствовали? В этот момент не поняла. Ириночка, а вы честно уже на тот момент его любили, и он вам был уже петлей на шею? Нет, любовь была выбита вот вместе вот со всеми этими вот моментами. Так вот она и отдала соседке, видимо, потому что уже побоюсь надоело терпеть. Это подлюка, родственница, соседка. Как она себя вела в это время? Она. Вы знаете, они когда сошлись, они жили на съемной квартире, и вдруг звонок. Муж мне говорит, Ира, оба выпьемши. Она меня не любит. Как не любит? Ты что? Она же тебя забрала. Дай-ка ей трубочку. Я ей... Она взяла трубку и говорит, Наташа, ты его увела из семьи от двоих детей. Я говорю, все пережили стресс. Ты почему его не любишь-то? Ну-ка быстро взяла и полюбила его. Все, я больше вас слушать не хочу. Берете и любите друг друга, как можете. Все. Молодец. Правильно. Вам же в свое время ваша свекровь заявила, когда вы ей пожаловались, что муж вас поколачивает. Она говорит, а что ты подставляешь-то? Надо было вернуться. Поднимать руку на женщину, это, конечно, не по-мужски. А вот с мамой вы почему в 47 лет... А что случилось с мамой? С мамой я, конечно, ну помню себя от детского дома, который в Белгородской области. А, вы здесь домовская, моя девочка. И что? Я с полутора лет как бы в детском доме. Это я потом уже узнала. То есть в полтора года родители мои поженились. Я родилась. Папа был игрок, играл в карты. У нас были деньги, говорят, мешками. Сначала мешок денег, потом его проигрывают. Приходят к маме три друга, к папе вернее. Посидели, поговорили, его обидели. Ушли, и он ножом одного зарезал. Обидел его кто-то. Его сажают. Следователь приходит, говорит, ваш муж. Она говорит, да. А он, говорит, вовсе не такой, не Сергей Владимир. А он Демидов Илья. Он уже четыре ходки отсидел. И фамилию поменял. И она осталась со мной одна. Его сажают. Он начинает требовать чай, кофе, там что-то такое. А у нее денег вообще нет. Она работала с торжем, потому что без образования, без всего. И она приходит, а я была в кроватке годовалая. А кроватки были с сеткой. Сетка трепишная, тканная. Я хотела из нее, видно, выбраться. И в какую-то дырку я попала, я повисла. Я была уже синенькая. Она приходит утром с работы, а я уже задыхаюсь. Соседка пришла, вызвали скорую. И она говорит, пока ты так работаешь, ты, пожалуйста, отдай ее в дом малютки. А когда получишь какую-то нормальную работку, ты ее заберешь. Из дома малютки меня отправляют в детский дом. Жить, конечно, тяжелая, безусловно. Жить тяжелая, тяжелая. Вообще хошмар. Из детского дома меня берут приемные родители. Опять меня бьют. Папа меня бьет, потому что он бьет. А я за маму заступаюсь. Меня били всю жизнь, везде. До 45 лет. Все, сейчас меня уже никто не трогает. И вот, когда меня приемные родители взяли, мы поехали в Москву за продуктами. Я осталась дальней родственницей мамы. И она мне вдруг говорит, 12 лет, а ты знаешь, кто твои родители? И я так сразу, как? А эти родители мне сказали, что они меня родили, мама заболела, оставили на севере, приехали, забрали, все хорошо. Я их не дочь, родная. И вдруг я все поняла. Она осеклась, больше не стала ничего говорить, но у меня это в голове засело. Говорю, ладно. Придет время, я найду. А ни братьев, ни сестер, у них не было, да? Никого нет. У мамы не могло быть детей. Как я потом узнала. Все. И когда я уже уехала в Нижний Новгород по распределению после техникума, я уже занялась поисками. И когда я в 48 лет поехала к маме, это было уже ноябрь со снегом, я иду по перрону, и стоит кругленькая маленькая вот женщина вот такая. И говорит, Ира, это ты? Я говорю, это вы? Ну, я так поняла, я не могла назвать слово мама. То есть маму я называла приемную мамой, а ее не смогла. Она говорит, да, это я. И когда я приехала к ней домой, она говорит, ты кушать, наверное, хочешь? Вот там в холодильнике все возьми. И говорит, а может, сегодня к нам придут соседи, там, друзья, с которыми она жила с мужчиной, его дети, и брат сводный приедет. После пяти лет родился брат мой сводный, у нее сын еще родился. Я говорю, а надо покушать, как-то стол собрать. Я очень гостеприимная, люблю накрывать столы. А она говорит, ну как, вот там картошка за упечью, вот там лук внизу. Ну, типа, бери, собирай на стол-то. Я, конечно, из чего что было, я не могла даже кушать у нее. Все, мне брезготно было, если честно. Я накрыла стол, как смогла, из того, что были продукты, все, приехали все родственники, все, мы так посидели хорошо. Ну, вот гости и брат. Но они мне чужие. Зов крови не прозвучал. Все, я никого не полюбила. Более того, я набрала у них кучу фотографий. И когда привезла домой, дочка говорит, мам, я даже без процедуры ДНК не хочу их это признавать. Ты на них не похожа, ты совсем другая. Я говорю, ну ладно, дочь. Она жива сейчас? Да, она жива, ей 74 года. Вы встречаетесь? Нет, все, первый и последний раз. Нет, звонит она мне опять каждый год в день рождения. Что хочет? Она меня поздравляет, спрашивает про здоровье, про детей. Я спрашиваю ее про здоровье. Ну, так вот такая судьба у мамы получилась, да? Ну, что делать? Надо ее тоже любить и сказать, мама, ты мне дала жизнь, и я тебе благодарна за это. Я вот хотела все-таки на дачку-то посмотреть. Давай, я тоже хочу посмотреть. Всем привет. Мы приветствуем вас на нашей прекрасной дачке в пансионат Улисиной. Перед вами стоит дом, который мы с моим бывшим мужем выстроили сами на пустом совершенно месте. Сейчас я вас приглашу в баньку в нашу. Банька наша очень мировая. Всем она очень нравится. Пар там просто волшебный, чудесный. И лучше баньки, чем наша, мы нигде не видели и не пробовали. Это у нас три баньки. Вот у нас осталось два венчика. Как раз до троицы нам венчиков хватило. Мы всегда заготавливаем очень много. Давайте зайдем в мои владения в огородные. Посмотрим наши грядочки. Так как мы еще все только-только посадили в мае, дождей у нас не было, у нас еще не все взошло даже. Здесь у нас как бы будет картошечка, там фасолька. А сейчас мы с вами пройдем в нашу теплицу. Здесь у нас растут помидорки, перчики, огурчики. Я, Роза, не знаю, может, я что-то в жизни не понимаю. Вы так живете, как королева. Как королева есть. Банька, дача, дети, все готовы. Вам на кой чужие штаны стирать, чужой храп слушать и привыкать к чужим запахам и привычкам? Зачем? Я даже не призываю. Ну вот какой он должен быть, вот скажите. Я привыкла к золотым ручкам. Я, конечно, хочу, чтобы мужчина был с золотыми ручками. Потому что он этими золотыми ручками потом столько натворил. Я считаю, что все-таки Ирине мужчина нужен такой, который не будет усложнять вашу жизнь, а облегчать. Ну, например, сейчас расскажу, подожди, дакать. Сейчас, может, еще не согласны будете. Вот вы и огородик, и ведь работаете еще, правильно? Конечно. А вот он, в принципе, пускай будет дома. Вот вы с работы пришли, а он уже вам и огурочки порезал, и тогда какой-то домохозяин. Ну, все на пенсии уже. Может, еще и сколотит. Не надо требовать от него, чтобы он куда-то работать бежал, там деньги зарабатывал и так далее. Такое-то вряд ли. Вот такой помощник по дому. Нет. Что нет? Нет. Вы будете бороться за меня? Я постараюсь. Будем бороться, она будет наша. А что, звезды? Ну, в первую очередь, она, конечно, юный типаж, близнецкий-близнец, я бы так сказала. Но ни в коем случае не связывайтесь со львами, потому что опять у вас может быть какая-то ситуация, которая перевернет в негативном отношении вашу личную свободу. Ну, а вы человек брака, конечно, брака родственных, дружеских отношений, но скрытная. То есть, вот, все-таки очень много внутри таите, чего не демонстрируйте окружающим. Хорошая, короче, вы, Русь. Хорошая. Да. Я знаю. Бегом к первому жениху, прямо быстренько. Быстренько. АПЛОДИСМЕНТЫ Здравствуйте. Я хочу ей передать привет от Кубанской земли, представителю Нижнего Новгорода. Ну, вы прекрасно выглядите. Спасибо. Пройдемте знакомиться, да? Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ Владимир, 57 лет. Мастер по художественной ковке. Гордится тем, что выращивает бананы. Мечтает посадить ананасовое дерево. Признается, что по вечерам слушает пение птиц. Предупреждает, что никогда не купит телевизор. После 20 лет семейной жизни с супругой, Владимир понял, что совершил ошибку, женившись на ней. Надеется, что с Ириной он сможет стать счастливым. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Здравствуйте. А вот мне сразу понравилось. Сразу-раз, прям перед нами поставил. Нет, не перед нами, очень далеко. У меня что, как в фильме Ви, что ли, рука? Пожалуйста. Пожалуйста, ты красивый. Мне хорошо. Так вот. Ну, это, наверное, чтобы всем досталось попробовать. Не надо всем. Не надо, да? Зависит все от нас, поэтому только нам. Вот эти клубнички. Скажите, Владимир, дочка есть, значит, была жена или есть? Где? Что? Была жена, живет в Костромской области. Прекрасно живет. Вы человек сельский? У меня сельские корни. Но получилось так, что мы, когда женились, я был военный, уже учился в училище. Я поступил в училище. Сколько детей нажили? Четверых. Вот вы четверых детей нажили. А что потом началось? Пока мы были вместе, она жила в городе, в больших городах. Потому что я служил в дальней авиации, они стоят только в больших городах. А через 20 лет, когда я уволился, да еще времена, сами знаете, какие, первые, вторые дефолты, вот, плюс перестройка из жизнеобеспечения. И вы хотели ее переквалифицировать в сельскую фермершу, да? Я не хотел, она заставила жизнь так поступить. Вы занялись торговлей? Ну, потом, да, уже и торговлей. Когда стал фермером, там, раз же не торговать, и вот я уже занялся и торговлей. Вот вы ее ставите на точку торговать? А она вместо того, чтобы следить за товаром и зарабатывать деньги, могла отвлечься, уйти куда-нибудь, да, товар на кого-нибудь оставить? Первое время она вообще отказывалась торговать на отрез. У нас море молока вылилось свиням. Вот, то есть, то, что успевал я продать, то, что успевала, там, где-то... А почему? Не задавались вопросы мне? Почему? Ну, она была приспособлена только для городской жизни. Да, не способна. Не способна. А можно требовать от человека танцевать степ, если у него ни слуха, ни чувство ритма? Конечно, нет. Да, а вот вы ее пытались приобщиться к тому, что вообще она не понимала, в этом не разбиралась. Вам понадобилось 20 лет для того, чтобы понять, что женщина, которая вам родила четверых детей, не ваш пассажир. Что произошло? Она пила? Нет. Она гуляла? Ну, я такого не знаю. Тогда что? Ну, кроме того, что она была никакой хозяйкой. То есть, она не делала то, в чем не разбиралась, она не виновата. Что, скажите, объясните. Ну, как сказать. Не любила вас? Меня она не любила, и в этом она призналась, потому что мать ее заставила выйти за меня замуж. До конца непонятно. Да, четверо детей родила, но я не любила совсем, ни капелька. Я слышала, что у вас была лошадь. Да, изумительно. И вот однажды? Ну, когда я поехал торговать, не торговать, а за товаром, в дороге машина сломалась. Я трое суток ремонтировал ее, потом опять же поехал за товаром, вернулся с товаром обратно. И все эти трое суток лошадь была на улице. Жеребая лошадь, которая должна была только вот ожеребиться. А она даже не поинтересовалась, не вышла, не посмотрела? Нет, она пыталась и завести, но так как человек довольно далекий вообще от всего этого. В общем, выяснилось, что за эти три дня лошадь, как они говорят, ожеребилась. Да, и собаки задрали жеребенка. Ой, Господи. Он до сих пор переживает. Да. По этому поводу очень сильно. До сих пор. Не может простить жену. Конечно. Кто предложил развестись? Никто, я просто ушел. Детей с собой забрали? Нет, они год жили с ней, а потом пришли ко мне. Все? Старшие уже жили самостоятельно, младшие пришли. Дети, значит, очень любят папу, раз решили жить с папой. Сколько вам было, когда вы решили уйти от мамы? Десять лет. Это было прямо вот ваше решение? Да, я... Блохо жилось с мамой? Мама жила уже с другим человеком, и у меня не складывались отношения с этим человеком. И, ну, я действительно по папе очень сильно скучала, и... Ну, я тосковала. А у вас не был на тот момент женщин, когда дети приехали? На тот нет. А давайте на ваш участок посмотрим. Давайте. Это киньи ананасные, только высаженная. Инжир. Ну, и большой огород. Дальше видно фундук. Абрикос. В этом году ягод не будет. Будущая баня. Ну, вот уже пора собирать ягоды. Ну, вот, а теперь надо прощаться, собирать урожай на работу. Скажите, какая прелесть. А вы, у нас уже готовый дом. Вы вот как к жене перейдете, или как положено? Нет. А? Я из Кубани никуда. А вы? Никуда. Поедете к мужу? Я рассматриваю все варианты. Нет, нет. Вообще предусматривать, что вы от своего дома уедете, поедете к мужу жить? То есть это как чаша весов. Вот здесь дети. Вот здесь бизнес. Вот здесь друзья. Годами, десятилетиями. А вот здесь этот мужчина. Вот если он это перевесит, может, и перееду. У вас три бонуса. Свидание наедине, семейная традиция и скрест в шкафу. Вы знаете, всю программу смотрю, что разговаривает с Владимиром. Не поймал на себе ни одного его взгляда. Как бы я, наверное, пока воздержусь от всех ваших бонусов. Можно? Ну, в общем, да, можно. А почему? Может быть, стесняется просто на вас смотреть? Не знаю. Я прям ловила его взгляд. Вы берите скелет. Мало ли там что. Давайте узнаем. Не надо. Не надо скелетов. А потом удивляйтесь, что глаз. Ой, Роза, какая ты все-таки бываешь. Это просто ужас. Просто ужас какой-то. Не рубите с плеча, потому что мужчина достойный. Достойный. Я вообще слова не сказала. Я просто пожалела, почему он на меня не взглянул. Посмотрите, пожалуйста, на Ирина. Прямо в него глазами. Глазами. Глаз не добрый. Хорошая вынтема. Может быть, все-таки сюрприз, который для вас приготовил жених, сблизит. Ну, так пройдите. Да? Пройдите? Это актинидия. Северный виноград. В природе эта актинидия достигает 40 метров и более. Она залазит, вьется на деревьях, накрывает шапками. И шикарнейший урожай. И очень красивый. Когда как платочком ложится на дерево, выбирает самые большие, обычно кедры. Я ее видел на Дальнем Востоке. Раз в саду. И виноград. Хорошо. Выдерживает морозы до 40 градусов. Ее можно сажать и спокойно собирать ягоды. Это я уже привитая. Дарите? Я думаю, для вашего сада будет прекрасно. Выдержит до Нижегородской области. Конечно. Она выдержит, она даже более северно растет. Девчонки угощу. Обязательно. Спасибо. Проходите с дочкой в свою комнату. Татьяна и Наталья. Очень внимательно вы смотрели на Владимира. И я хочу узнать, что вы там увидели. Мое впечатление. Человек очень приятный. По крайней мере, к себе как бы располагает. Очень. То есть, да, нет такого обычно. Ну, смотришь на кого-то, как неприязнь какая-то возникает. Нет. Абсолютно доброе лицо, светлые глаза. То есть, внешне, вот, зная как бы мамины вкусы, то есть, в принципе, очень даже совпадает. Соглашусь. Приятный человек. Ирина, кроме того, что вам показалось, что он на вас не смотрит. Да, мне показалось, что мужчина со стержнем. Такой фундаментальный. То есть, на него можно положиться. И какие-то мои проблемочки, может быть, даже и решить. Да. И баловать будет. И баловать. Ну, и пахать будете. Потому что он сам пашет. И ему нужна партнерша такая же, одержимая. Она интересная женщина, так красивая, так симпатичная. Но вопрос, пойдет ли она в горы. Я хочу сказать, что он, конечно, очень сильный скорпион. Солнце, Марс, Нептун в скорпионе находятся. И белая луна тоже. Поэтому, во-первых, этот человек никогда не врет, я думаю. У вас совместимость еще в том, что у него луна в близнецах. И отсюда все-таки легкое душевное понимание. Хоть он и не смотрел на вас, но это скорее воспитание. Он чувствует вас. Понимаете? Вот чувствует до глубины души. И сразу определил, что он хочет от вас. Как я мог смотреть на нее, когда я разговариваю с другими женщинами? Это оскорбление для женщины. Я говорить с ней, я смотреть на другую. Ирочка, знакомьтесь со вторым чеником. Здравствуйте. Здравствуйте. Я уже несколько лет мечтаю познакомиться с женщиной, с кем вместе жить на земле. Слышать пение птиц, вместе сажать сад, вместе огород сажать, выращивать цветы, даже пчел держать. Проходите. Радий, 52 года. В прошлом тренер по планерному спорту. Сейчас занимается селекцией и разведением кедровых деревьев. Гордится своим родом. Мечтает посадить фруктовый сад. Предупреждает, что просыпается с рассветом и ложится спать с заходом солнца. Радий не смог простить жене то, что она сделала аборт. Но узнав о беременности новой пассией, понял, что не готов стать отцом и прекратил отношения. Надеется, что Ирина его поймет. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Здравствуйте. Здравствуйте. А что, в тапках-то у вас подагр, что ли? А я постоянно в тапочках, даже за рулем езжу в тапочках, я обувь оставил. А вы знаете, что женщины очень часто обращают внимание, в каком состоянии руки у мужчины и какая обувь? Ну, хорошо. Какие-то корзиночки, я смотрю, что-то кому-то принесли. Это живица кедра. Это вы сами все делаете? Это мои друзья. Для бани, да? Да. Для бани тоже можно использовать. И сам тоже участвую. А, и у вас акцент. Вы кто по национальности? Я татарин. А-а-а. Я... И самосос? И самосос. Коверничек. Аллахашкар. Ага. Ярар. Хороший такой, приятный. Какой добрый, улыбается. Это же подарки свои. У вас очень интересная внешность. Вы, наверное, в молодости были таким красавчиком, да? Угу. Почему был? Ну, потому что сейчас уже покоцаны возрастом, что говорить, там, в тапочках уже, потому что так удобно. Маечка, чтобы не стесняло движение. Давайте корзиночку. Почему? Потому. Посмотрите на невесту. Волосинка к волосиночке. АПЛОДИСМЕНТЫ Грудь прямо два танка. Сейчас точно в цель прямо метят. Что? Посмотрите, как за собой следит. Ну, в самолете и разлокационное оборудование военные врачи сказали, когда я был военным летчиком, что от этого волосы выпадали. Вы были военным летчиком? Да, я после школы сразу поступил в Оренбург. Ой, ну мне на родину. Ну, понятно. Это было ручья перед зачатием. И еще по звездам вы, видите, высчитывали день зачатия. Да, 29-й лунный день мы с сына зачали. Сама сатья. Вот какие отношения. И я так понимаю, что у вас секс был только вот два раза в жизни, когда зачинали детей. Ну, это было часто, а семя идеально использовать только для зачатия. Это восточное учение, да, о любви. И вот вы ее повезли, и вот под шумом листвы, да, при свете луны вы все-таки зачали первого ребеночка. Да, сразу, с первого раза. А второй ребенок тоже повезли, да, туда ее опять, на свежий воздух? Да, жена, правда, хотела только одного ребенка. Но я повод нашел и повез в деревню, и зачали. Да, она секса, небось, просто хотела, как у малыша. Ну, он, по крайней мере, ее разыселил. Да, у нее глаза загорелись, да. А третий ребенок, вы захотели потом еще одного ребенка, да? Да. Из-за чали? Да. А она сделала аборт, что ли? Четыре с половиной месяца уже было искусственный укидыш. Кто предложил расстаться? Я был инициатором, а жена очень хотела сохранить семью. Да, и вот вы ее оставили с детей. То есть простить неродившегося ребенка вы ей не простили, а оставить жену с двумя детьми, это для вас нормально было? Как это так? Ну, я сам не считаю это нормально. Хорошо. А потом вы встретили женщину, которую тоже возили так же туда, в деревню, зачинать? Она приехала на Урал из Владимирской области, специально, чтобы зачать ребенка. Она сказала, что мы можем зачать и родить того сына, кого вот бывшая жена не родила. Ага. И вот она зачила, родила, другая женщина. А почему вы не с ней? Почему вы ее-то оставили? Почему не узаконили этого ребенка? Я почувствовал, что не тот ребенок, совсем другая... Как не тот ребенок? От вас родился не тот ребенок? От меня родился дочка, такая чудная девочка. А почему не... Сколько сейчас дочке лет? Семь лет, вот... А почему вы не с ней? Почему вы ее не воспитываете? Мама против. Мама против. А почему мама против? Как вы считаете? Ну, она обиделась, конечно, что я ее бросил. Если бы женщина родила не дочь, а сына, вы бы с ней остались? Вы хотели сына? Да, очень хотел сына. А если бы ваша жена не сделала аборт, а родила бы, но родила бы дочь, вы бы с ней остались? Да, если бы жена тогда родила бы, мы до сих пор вместе жили бы. А если бы не сына, а дочь? Хоть кого? Она же родила, и сына, и дочь, и двоих детей до этого родила ведь. Как-то для меня такие люди опасные, не опасные, но явно смысл, да, как вот с ними строить особые отношения. Давай поженимся в вашем мобильном. Советы от наших экспертов в любое время по телефону 0736. Пока, реклама. Ради, скажите, откуда у вас такая страсть к кедрам-то? А страсть к кедрам? Откуда? Есть во Владимирской области. А давайте видео посмотрим, может нам сразу станет понятно. Там видны большие деревья, их не трогают. Деревья, нужно их пересаживать. Вот эти уже, так такие уже, проблематично пересаживать. Такова их судьба, наверное. Вот, например, лиственница, она еще маленькая. Вот, и даже несколько секунд нужно взять. Вот мох. Вот вода. Вот нечего и мох. Дерево это будет расти на территории детского дома в городе Челябинске. В одном пучке 100-120. Здравствуйте! Деревья спасаем! Добрый путь! Вы так заботливо рассказываете о маленьких этих деревцах. А в вашей личной жизни, вот, с вашими детьми ничего не могу понять. Вы к какой-то секте принадлежите? Нет, Лариса, он просто... Секте садоводов, наверное. Понимает растения. А женщин своих так он и не смог понять, что они хотят. А здесь как раз вот эти саженцы, да? А, это подарки? Подарки, да. И вот здесь кедры. И брусника. Спасибо большое. Это можно мне там... Где-то взяли? Защищать весь сад. Когда в 86-м году были во Владимирской области сильные морозы, сады вымерзли, люди вынуждены были новые сады посадить. А 200 лет назад еще барин привез из Сибири, кедры посадил. А у вас-то есть, где эти кедры-то сажать? Ну, я не знаю, территория, квадратные метры, чего есть-то? А вот ищу, выбираю. А идеально, конечно, вместе с половинкой выбрать землю, где кедры посадить. Когда вам стало интересно о том, что вы знаете, что вы любите по-настоящему. Это деревья свои, кедры. У вас прекрасный русский язык, вы стали очень легко разговаривать, глаз горит и все. Семья, мне кажется, это не ваше. Это не ваше. Поэтому вам скучно, поэтому приходилось из вас все это вытягивать. Вам зачем жениться сейчас? Вот смотрите, вы своих родных детей не воспитываете, потому что женщине не простили малость какую. А тут другая женщина уже со своей судьбой, со своими детьми, с будущими внуками. Уживете сразу? А зато он легкий. Правда, Радик? Легкий, будет сажать вам это, кедры и чего. А вы работаете на здоровье. Послушай, ей семья нужно четыре раза в день. А что это? На которой он будет беречь и не разбрасывать. Ему 52 года всего. Чего? Так он же за просто так его не сеет. И друг вам говорит, не надо, это только вот когда, зачем? А ладно, это вот он под влиянием друга, а там татарские корни сработают. Будем нормально кормить, а то он совсем цироидный какой-то. Нам это вообще никак. Мне кажется, он ей наскучит. Может быть, потому что для нее больше имеет значение хозяйство домашнее. У вас есть два бонуса. Семейные традиции и свидание на день. Очень интересный молодой человек. Хотелось бы узнать о семейных традициях. Семейные традиции – это уважение к предкам прежде всего. Вот как наши предки жили, изучать и возрождать это. Вот если бы жили бы так, как наши предки много поколений назад, то семьи сохраняли бы... Не было бы ни мобильных телефонов, ни телевизоров, ни передачи «Давай поженимся», не было бы ничего. Мы с мамой общаемся телепатически много лет, но все равно она просит звонить. И то, и другое используем. Нет, ну смотрите, как у младенца. Он расселил людей. Да, но он живет для себя и в своем мире. Покажете сюрприз? Покажем. Тихий вечер, тихий вечер, жду тебя опять один. А это мне нравится. Ну да, веселый такой сюрприз. В наших встречах время главный господин. И опять приходишь ты, принося с собой цветы, а с ними все дыхание весны. Хороший сюрприз. Отличный сюрприз. Приятный очень. Две дни. Тихий вечер, тихий вечер, жду тебя опять один. Мальчики, и я вас жду быстро ко мне, не в свою комнату, а ко мне. Быстро, быстро, быстро сюда, ко мне. Вы прямо по... Бегом, бегом, бегом. Бегом. Послушайте, а что с вами время теряла? 10 минут идиотничали. Да Боря Гребенчиков рядом с вами нервно курит. Просто. Вы что здесь изображали из себя идиотов? Вы творческие люди, вы такие клёвые. Кто вам придумал этот имидж, играть на балалате? Послушайте, да вы интернет взорвете. И давно вы промышляете вот так? Я, когда два года жил в интернате, то привык к деревне все время быть занятым. Послушайте, хватит про деревню, ладно? А что вам поверить теперь? Вот, сцена ваше место. Играл в орхестре народных инструментов на Домре. Дополнительно учился на баяне, на балалайке. Голубоглазый, с бородой, в тюбетейке, в халате, в тапках. Просто звезда моя. Аладдин. Наш сын Аладдин. Сын Али Альмару. Слушайте, ну вас копать и перекопать. Сколько там всего внутри? Очень интересно. Еще хотела бы часа два, но цыгель. Поэтому в свою комнату быстро дайте нам вас обсудить. Спасибо большое. Ирус, ну ты на балалайке с утра встал, тапки обул, халат надел, тебетейку наглотил. Тихий вечер. Ирус, здравствуй, моя кошечка. Хочу заметить, что белдруг. Во-первых, мало места занимает в доме. Не стопчит, не отлежит, не пролежит, не пьет, не курит. Все время на кедрах, все время... Аккуратненький, аккуратненький. В уголок его посадишь, как этого домового, в бородке где-нибудь. Посадил его куда-нибудь, балалайку типа. Чего-то тоска меня радит. Ну-ка, давай-ка. Он вам и даст, семени разбрасывает. В нашем возрасте это уже как-то гнетет. Роза нет, для нее это естественно. Ну, в общем, мне понравился. Очень хороший человек, Ирадий, я за него ручаюсь. Конечно. Он просто очень серьезный. Вам-то понравился? Тихий вечер. А, девчонки? Я больше к другу выбрала. К другу? Ну, вы к другу, а Ирка, Крадия, Розалия. А что, нам, татарам, все равно. Вот пулемет, Лизь бы с ног сшивала, собственно говоря. И где жить тоже. Так что зря не берете. Я немножко вот татарской кухни не владею, но я подучусь. Он вообще не ест. Он ест вообще? Нет, он кедровые орешки погрызил с утра. Томар. Ну, я думаю, бояться его не надо, потому что, несмотря на всю внешнюю скромность, он, конечно, очень сильный человек. Активность очень большая у этого человека, очень активная. Но, что касается брака, вот здесь есть некоторое но, потому что, с одной стороны, он хочет брака, но ему нужно, чтобы были тылы. Понимаете, это должен быть свободный брак. То есть, так сказать, будь со мной, но я свободен. Вот таково требование. Я его вижу только рядом с Жанной Агузаровой. И дуэт. Вот, клянусь. Он на балалайке, а она и возраст подходит. Но у вас еще есть один жених. Проходите, знакомьтесь. Здравствуйте, Ирина. Меня зовут Валерий. Я хотел бы найти женщину по душе и сердце. Надеюсь, что это будете вы. Валерий. 58 лет. Менеджер по рекламе. Гордится тем, что умеет класть кирпич и ремонтировать сантехнику. Мечтает влюбиться. Предупреждает, что никогда не произносил слов любви. Признается, что каждый год выезжает на море и любит ухаживать за садом. Валерий посидел в одночасье, когда узнал, что его жена уходит к молодому любовнику. Надеется, что Ирина отогреет его своим теплом. Здравствуйте. Я хотел начать нашу встречу с сюрприза. Мы всегда дома, по выходным, со своей семьей пьем чай. То есть я вот хотел бы, Ирина, вас тоже пригласить на чаепитие. А ромашки для кого? Ромашки для нас, наверное. А это не с собственного огорода? Да, это с собственного огорода. Он сегодня утром нарвал. Ой, спасибо большое. Были в саду, в огороде. Совершенная жизнь, правда, девчонки? Да, совершенно. О, самоварчики. Спасибо большое. Так. Еще вареньем угоститесь, пожалуйста. Потому что Валера сам варил. Это же варенье варенье. Там какие-то пашечки. Да, для меня очень почистен мужик, да? Да, приятно мне что-то. Я хотел еще преподнести скромные подарки для ведущих. Пожалуйста. Спасибо огромное. Валера, вы сказали, что посидели. Сколько вам было лет в одночасье? Спасибо. Мне было 41 год. Послушайте, вам сейчас идет эта седина, наверное, в 41 год женщины головы сворачивали, нет? Сворачивали, сворачивали. Сворачивали голову. Конечно. Такой красавец. Слушайте, а почему так не повезло? Не на той женились? Да, еще до свадьбы, когда я говорил ей, нет таких чувств для женивы. А она, говорит, ничего появится, да? Да, ничего появится. То есть, слюбится, стервится, как она мне сказала. Я говорю, ну, со временем люди, вот мы с тобой будем жить вместе, появятся дети. И они будут... Да, появились у меня мальчик и девочка. Мне кажется, он такой очень искренний человек. Скажите, жена нашла любовника молодого, ушла к нему. Может быть, ушла, потому что ей не хватало вот этой самой любви? Потому что она не чувствовала себя рядом с вами женщиной? С ваших слов вы говорите, не любил. Ну, у нас хорошая была семья, мы прожили 20 лет, но не было такого чувства, знаете, настоящего. Ну, это невозможно, понимаете? Жить без любви, это ужасно. Ложиться с мужчиной, которого ты не желаешь, это страшно. И, наверное, когда кто-то появился, приласкал, сказал доброе слово, она к тому и пошла, и потянулась. Ну, это распущенность, я считаю, женщина. Распущенность, если ее мужчина не любит, не хочет и не любит. Нет, ну, потом не надо было семья рожать. Нет, семья была хорошая, он ее одевал, обувал. У нас замечательная семья, да, мы прожили 20 лет вместе. Это называется «все хорошо, осталось полюбить». Они вместе детей воспитывали, ну, как-то все старались вместе делать. А любовь, милая, вы вообще понимаете, что такое? Нет чувства? Ну, любви, к сожалению, не было. Мне кажется, они могут сойтись на теме измен. Ну, да. А детей она с собой забрала? Нет, дети остались со мной, слава богу. Ну, что только можно сказать. Ну, она нашла молодого человека себе. Ну, насколько мало уже? Он ровесник детей ее был. Чуть старше моего сына. Сыну было 17 лет, дочери было 14 лет. Вот, и... А ему? А ему было 20. Вот уж, наверное, он ее отлюбил-то за все годы. Вот этого кошмара проживания. Она никогда не жаловала. Она пришла и сказала, что... Как на мужчину, на Валеру. Никогда не жаловала. Вот, я полюбила человека. А дети ей простили то, что она по любовнику сбежала? Дети восприняли вообще. Это было шоковое состояние для детей. Для меня, конечно... Да, особенно для дочери. Для дочери и для сына. На 17 лет тоже тяжело. Я говорю, а как же дети? Просто голову снесло. Она говорит, а при чем тут дети? У нас такая любовь, ты ничего не понимаешь в этом. Кино и немцы. Но этой любви хватило на год. На год, да, хватило любви. Он ее бросил. Так получилось у них. Я понимаю, что вы росли в семье, где было трудно. Родители... Да, нас воспитывала мама, нас было двое с братом. Отец гулял. Отец отца, к сожалению, я не видел. Увидел первый раз в 33 года. Почему? Вот я слушал вашу историю, Ирина. У нас вот просто зеркальная с вами история. Вот. Он ушел от нас, когда я еще только был... То есть должен был появиться. Он бросил, ушел. И появился в 33 года. Скажите, вам нравится Ирина? Очень. Очень приятная женщина. Очень приятная. Открытая. Взгляд. Валерия, а из-под нас выровестники? Судьба, действительно, очень похожа у нас с вами судьба, Ирина. Просто зеркальная. Просто зеркальная. Я вот послушал. А поедете невестя? Так Ирка любви хочет. Она именно любви. У нее все есть. И дети выросли. И она уже свое... Ну, у него тоже хозяйство, тоже дети. Я имею в виду любви. Любви хочет. Он своей родной жене не мог признаться. И что? Любви она хочет. И хватит всего на неделю. Будете жить вот в таких засушенных отношениях? Нет, все зависит от отношений. И они могут быть другими. И могут чувства политься. И слова политься, как водопад. Ой, все может быть. Правда? Да у нее столько слов, ее на всех хватит. Тогда, знаете, я вам предлагаю, у вас остался один бонус свидания наедине. Может быть, вы сейчас возьмете за руку Валеру? И может быть, он родит что-то из себя? А вы говорите, варенье, значит, Валерий сам варил, да? Он сам варит. Он сам закручивает. Он сам делает заготовки. Слушайте, а зачем ему жена, если все сам может? То есть дачку вы любите, да? Да, у меня собственный дом. Я очень люблю сажать. В огороде у меня много зелени, клубнишка. Альпийские горки, как-то вот этим увлекаетесь ландшафтным дизайном? Ну, к сожалению, нет. Но у меня в основном вот такие вот посадки, там, как говорят, пустые, там смородина. Давайте честно. Вот мы сейчас остались здесь, да, одни женщины. Вот перестаньте врать хотя бы сами себе. Неужели вы не хотите в свой адрес услышать ласковое слово? Да нас приласкай, мы на многое закроем глаза. Мне кажется, Валера преувеличивает, что он не был ласков с женой. Он был ласков. Я сама лично видела. Я была маленькой. Я приходила и видела, как он с восторгом, с восхищением смотрел на свою жену. Когда он ей покупал обновку, какую-нибудь шубку. Он просто вот не мог наглядеться. А вот сюда надо сапожки, чтобы всё соответственно было. Понимаете? То есть она вот такая зараза просто была? Ну, вот. Как вы относитесь к гитаре? Вот, к сожалению, играть не умею. Нет, не умеете. Да. А компанию как бы приветствуете? Ну, у нас очень хорошее отношение с моим братом, с женой. Вот мы постоянно общаемся. Ну, вот, как говорится, это чайпитие. То есть я вот хотел бы вам предложить. То есть алкоголем не злоупотребляете? Я не пью, не курю. Послушайте, девочки, да, влюбился молодой. И я не думаю, что кто-нибудь бы из вас устоял, если бы вдруг пришёл тот, который бы рассыпался и в комплиментах. И в любви был бы вдвое моложе, кто бы из вас устоял. Поэтому не надо. Ладно, мозг тоже надо, Лариса, включать. Да, ты особенно имела этот мозг, когда в придурочном русском. А я честно, я за него замуж пошла, я там по головне жалосткам говорится. А как только произошло, в соответствии, да, я развелась. И та пошла. Я ж всё тут рассказывала, это честно, в восьмом году уже, когда состарились на этой программе, стало про уши что-то говорить, а то всё тебе кубики, всё тебе попы, чтобы торчало. Да должна быть происходить эволюция, да или нет? Ну, так вот я про тебя и говорю. А сюрприз приготовили, Валер? Хотела, Ирина, вам подарить совочек. Вы занимаетесь огородом. Это, ну, вот, правильно. Полезная вещь. Полезная вещь. Вот, пожалуйста. Спасибо. И здесь вот как раз надпись. Ой, с вашим логотипом. Давай пожениться. Старался, старался. Валер, спасибо вам. Забирайте своих родственниц, уже просто не тверкать и вас обсидит. Проходите в свою комнату. Спасибо. Аварийный потрясающий. Без косточек, лишняя. И прям золотой. Хороший мужик, я согласна. Как вам-то он? Очень приятный. Мне тоже очень понравился. А в какой форме, посмотрите, как выглядит? Выглядит очень аккуратно. Молодой. Все прям с иголочки. Правда, очень стройный и молодой. Это вам, я считаю, что просто повезло-повезло. Спасибо. Валерий просто не там искал. Если пришел бы на сайт двое.тв, такой бы проблемы у него не уникало. Может, пойдемте? Может, она все не будет. Такая корова нужна самому. Человек, который и путешествовать любит, и развиваться, он и авторитетен, он может достигнуть многого. То есть реально вот настолько, насколько ему надо. У вас с ним абсолютно общее стремление поговорить. Он просто стесняется, на самом деле. Но в кругу людей, которые его понимают, методом группового контекста раскрывается потрясающе. И очень любит домашний уют. Он настолько любит вот все, что касается дома и близких отношений, что в этом тоже реализовывается прекрасно. То есть человек комфорта. Понимаете? Спасибо. Давайте девчонки выбирать. Мне понравились жених первый и третий. Оба мне очень понравились. Оба положительные. Оба схожие интересы с мамой. То есть и очень достойные люди. Поэтому выбор за ней. Заинтересовала тебя невеста? Интересная женщина. А если зайдет к нам, ты пойдешь? А вы знаете, что женщины очень часто обращаются? Попробовать можно. Вы столько настрадались уже в жизни. За всех и за все. Вы заслужили своего прекрасного мужчину. А он заслужил вас. Поэтому, безусловно, Валерий. Розалия. Ну, в принципе, очевидно, что первый и третий. Более интересно. Я с практической точки зрения подхожу к этому вопросу. Значит, ну где бы получше бы, да? Ну ближе к Москве, как я понимаю. Врачу это стоило бы рискнуть вашим бизнесом и так далее. Ну а ближе к Москве Валерий живет. А звезды? Владимир и Валерий вам подходят. Ради просто вам непонятен. Правильно, да? Несмотря на то, что этот человек тоже был бы интересен. Но он слишком свободен для вас. А вот если она к тебе войдет, ты как? Я готов пообщаться. В любом случае, куда бы мы ни пошли, мы вас поддержим, дорогая моя. С улыбкой вперед! Я предлагаю всем выйти и поддержать Ирину. Здравствуйте! Вы мне очень симпатичны. Мне тоже симпатичны. Давайте попробуем с вами. Давайте попробуем. Какая прекрасная пара у нас сложилась, Ирина и Валерий. Если вам понравился кто-то из участников сегодняшней программы, пишите на сайт Первого канала. А я, Лариса Бузеева, желаю, чтобы любимый человек обязательно сказал вам. Давай поженимся. Я очень за вас рада. Спасибо. София, 25 лет. Иду активный образ жизни и контролирую финансовые вопросы в области спорта. Хотела бы встретить интересного, надежного мужчину до 40 лет. Выражайте симпатию нашим будущим героям. Отправляйте свои отклики с их номерами на сайт Первого канала. Субтитры сделал DimaTorzok